Идет записи. Итак, мои дорогие, я показываю вам, что у нас с вами получилось. У нас получилась спинка, лифт, и к ней мы построили вот такую вот юбочку. Посмотрите, вот так у нас будет встречная складка. Вот это показано ее направление вот этой складочки. Она сюда уйдет на нет. И мы видим с вами здесь хорошо, что у нас после сметочки, а, виноват, я не так ее положила. То есть у нас средний шов вот здесь по спиночке, надо делать вот так, ага, и так далее. То есть вот это будет совпадать. Ну, вы меня поняли, что я должна сделать. Я просто сейчас хочу вам показать, как это примерно выглядит. Потому что часть я уже перенесла на ту сторону, часть еще нет. А полочка вот у меня лежит сейчас правильно. Видите, выточка, она у нас вот так сошьется. Эта выточка у нас вот так сошьется. У нас получится вот такая картинка. И вот эта складочка у нас вот такой вот встречной будет. Там булавочки стоят, не дают ей, как говорится, себя показать. И у нас будет вот такая с вами история на полочке. Что мне хотелось сейчас вам показать? Во-первых, вот, допустим, посмотрите вот на эту спинку. Так мы ее выкроили. Здесь обязательно есть рассечка. Здесь рассечка, рассечка, рассечка. Зачем они мне нужны, эти рассечки? Для тем, что здесь, когда я вижу пустоту на нижней стороне своего изделия, я беру линейку, я беру мел и по рассечкам и по нашим булавочкам я рисую те участки, которые участвуют у меня в сметке. Вот рассечка, две булавочки. Вот это все у меня будет формировать мою встречную складку. Средний шов по спинке я здесь изображать не буду. И боковой шов я здесь изображать не буду. Переношу я на другую сторону только то, что у меня будет участвовать в сметке. Почему? Потому что, откладываем это в сторонку, потому что на полочке, вот у меня была полочка, да, я иголочка, иголочка, рассечка, 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 вот этот боковой шов уже нарисовала. Им не останется на спиночке, только соединить, где наши шовчики, только соединить между собой уже вот эти два шва, здесь я рисовать его не буду, совместить обрезные края и сметать его вот по этой линии. Вот и все, что мне нужно будет делать. Смёточку я решила вам не показывать, она достаточно простая. Я думаю, что с этим справится легко любой. И сейчас мы подготовили с вами для сметки нашу юбочку. Откладываем ее в сторонки. Смотрим, что с лифом. Итак, вот это то, что мы с вами выкроили. Булавка, булавка, обязательно. Рассечка, рассечка. Здесь рассечка, которая показывает серединку. Рассечка, рассечка, обязательно. Еще рассечка по серединке выточки. Еще рассечка, которая показывает ширину шва. Еще рассечка, обычно вот здесь, вот здесь не сделала. Но иногда делаю, иногда не делаю. Показывает серединку шва. Пожалуйста, работаем по рассечкам. Как мы это делаем? Расправляем, нашли одну. Расправляем ткань, нашли вторую. Третья, четвертая, пятая. И здесь вот. Вот все, что я вижу. Теперь, эта выточка, она рисуется у меня прямыми линиями. Прямой линией нарисовала два. Потому что здесь вершинка показывает булавочку. Обязательно показывайте вот такую линию. Тарьевая выточка, она рисуется у меня вот так. Но я нарисую только серединку этой выточки. Вот у меня серединка выточки. И можно нарисовать только одну сторону. Вот я поспешила, и ту сторону нарисовала не очень правильно. На самом деле, мне для сметочки была бы нужна только вот эта сторона. Потому что я вот так перегибаю. Там ставлю булавочку и отсюда смертываю. Я об этом подробно написала в книжечках. Есть на ютубе ролик, где я это тоже показываю, как я смертываю выточки. Там жакетик я окраю. Поэтому за более подробной информацией я отсылаю вас туда. А пока показываю, что я делаю здесь. Вот у меня готова для работы моя полочка. И спинка. На спинке боковой шов я рисовать уже не буду, потому что нарисовала его здесь. Средний шов я тоже могу в принципе не рисовать. Но я его все-таки нарисую, потому что я поставлю по нему ниточку. Зачем эта ниточка нужна, вы увидите у меня во время примерочки. Потому что я не приметываю никогда молнию, не вметываю на примерку. Потом ее все равно выпарывать приходится. Я скалываю свои участки, которые содержат эту молнию. Для того, чтобы они были видны, я всегда ставлю ниточку. Часть вот здесь примерно у меня будет... До сих пор я сметаю, а дальше у меня пойдет молния. Дальше. Ага, вот это у меня вершина выточки. А где мои рассечки? Рассечек еще у меня здесь нет. Нет, есть. Вот одна, вот вторая. Почему-то я их не разглядела. Еще разочек растянем нашу ручку. Вот одна, вот вторая. Нашла. И серединка. Серединка выточки здесь. И обычно я для экономии времени поступаю так. Всегда рисую серединку такой вот обычной выточки, и затем одной из ее сторон. Как правило, вот эту сторону. Потому что сметываю от широкой части к узкой, и мне становится удобно это делать. Вот и все, что я сделала здесь. И рукавчик. Что мы делаем с нашим рукавчиком? Да, заканчиваем сейчас, Валерия. Рукавчик мы вырезали. Что мы делаем? Как мы его подготавливаем к сметочке? Очень просто. Вот здесь, это точка О. Мы делаем рассечку, пожалуйста. Вот она у нас, видна она будет с плечевым швом совпадать. И передняя часть помечается у меня вот такой вот птичкой. Треугольничек я вырезаю под мышечкой, да? Это передняя половинка нашего рукавчика, который будет соединяться с полочкой. И ширина припуска на обработку бокового шва, это тоже просто рассечка. Переворачиваю сюда, рисую, отпираясь на эту рассечку, вот эту ширину припуска. И здесь не рисую больше ничего. Вот так у меня будет выглядеть нижняя сторона моего изделия. Вот, пожалуйста. Вот так вот будет выглядеть у меня нижняя сторона. Ну что ж, на этом я сегодня с вами прощаюсь. Я надеюсь, что завтра мне удастся выполнить примерочку. И эту примерочку я постараюсь вам показать. Если моя Уленька будет на то согласна.